Это ансамбль Ахпюр, в переводе с армянского «Источник». Коллектив базируется в селе Гайкадзур. Вероника танцует уже 15 лет, говорит, что связь с родной культурой для нее очень важна. С малых лет я танцевала дома, потом моя сестра двоюродная также занималась танцами, меня отвела. Я армянка, чувствую себя армянкой настоящей. Гайкадзур сегодня можно назвать маленькой Арменией. В этом году здесь открылась церковь Святого Георгия. Строительство шло на пожертвование. Для диаспоры событие стало знаковым. Мы еще должны построить воскресную приходскую школу. Ну, посмотрим, может быть, если Господь даст, то сделаем мы приют для бездомных тоже. Это уже впоследствии. Ну, такие вот пока первоначальные планы. Ну, а так, самое главное, что народ приходил, слышал Слово Божье. А когда человек, у него есть в душе вера, то он всегда будет делать только добрые дела. Сегодня в Анапе живут более 15 тысяч армян, в том числе потомки тех, кто сто лет назад бежал, спасая свою жизнь. В 80-е сюда переезжали те, кто лишился крова после одного из самых разрушительных в истории землетрясений. Армянскому центру национальной культуры в этом году исполняется 25 лет. Сегодня, работая со своими соотечественниками, работая с другими общинами, нам при поддержке администрации города, при поддержке администрации Союза Армян России, нам удается удерживать позиции, которые определяет руководство страны, руководство нашего региона. Это, конечно, те добрые слова дружбы народов и единства. Мы сегодня так дружные, что нельзя говорить, что мы различные. Мы единые по духу, по образу мышления, и это самое важное для нас. Глава Анапы Сергей Сергеев в поздравительном адресе назвал успешным опыт взаимодействия с другими национальными центрами, что важно для города, где живут представители 80 народов. Он отметил вклад общины в городскую жизнь. Армяне трудятся во всех отраслях экономики курорта. Вспомнили врача Владимира Аванесова, который в 70-е и 80-е годы фактически и сделал Анапу всероссийской детской здравницей. А также Сурена Аркеляна. Он в годы Великой Отечественной войны повторил на Анапской земле подвиг Александра Матросова. Молодежи есть на кого равняться. Вероника учится на экономиста, намерена остаться на малой родине. По ее словам, возможностей в крупных мегаполисах, конечно, больше, но Анапа родная, своя.